Всем пламенный привет! На связи с вами Осмей. Какую пользу может принести Майнкрафт? В этом видео мы с вами узнаем все плюсы этой популярной игры. Да-да, только плюсы. Их не так уж и мало, как кажется. Ну, давайте уже о них. Майнкрафт это песочница. То есть в игре можно создавать новые элементы и развивать сценарии в любом направлении. Это очень сильно повышает наше мышление и фантазию. В Майне есть как однопользовательские, так и многопользовательские режимы. Таким образом можно не только играть в одиночки, но и команды решать какие-то важные поставленные задачи. Это очень сильно поднимает командный дух, что очень пригодится в жизни. Можно осваивать языки программирования, например, Пайтон, создавая моды и даже собственные игры. Эта игра называется «Прогоны за жизнью». Пока что она довольно-таки маленькая, но написана, блин, на двенадцатый строк постели. В чем смысл ее заключается? Ну, ее смысл заключается в том, чтобы просто сражаться с разными боссами. Вот. За это ты получаешь опыт. Тем больше умений, тем больше КП и атаки по обычному ногу. Это добавляет мотивацию в изучении нового и повышает усидчивость. А это качество особенно нужно современному ученику. В этой игре можно легко выучить английский язык на базовом уровне, так как большинство команд и надписей написано именно на нем. Пятый факт гласит о том, что Майнкрафт используется для изучения математики, географии, биологии, информатики и истории. Дети могут построить какой-то античный мир и вместе с учителем истории изучить его. Или воспроизвести какую-то климатическую полосу и изучить особенности климата в этой полосе. Тем самым, учителя вовлекают детей в свой предмет. В игре можно развивать навыки строительства и архитектуры. По планам игроков США, Индии и Непала, даже делали реконструкции парков и целых поселков. Пожалуй, даже у нас все знакомы с идеей Владислава Занегина, который воссоздал копию своего города из пиксельных блоков. КОНЕЦ Можно также создать свои музыкальные композиции. Эта игра справляется с этим не хуже даже самых современных программ. На видеохостингах достаточно много подобной музыки. Если ты знаешь дополнительные факты, напиши их в комментариях. Лучшие я обязательно отмечу. На этом видео подошло к концу. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok